Есть наш внутренний мир. Внутренний мир это наши убеждения. У нас есть внутри убеждения. Это наш внутренний мир. А есть внешний мир. Это наши обстоятельства. Внешний мир обстоятельства. Внешний мир это то, что происходит вокруг нас. Ну это понятно. Внешний мир это то, что происходит вокруг нас. И вот если обстоятельства внешнего мира, вот они у всех сейчас разные. И многие из вас сейчас находятся в таких обстоятельствах, в которых к вам приходят вот эти мысли, которые начинают стучать в вашу личность. Многие из вас сейчас находятся в таких обстоятельствах, рядом с вами идут военные действия. Некоторые из вас находятся в обстоятельствах, рядом гибнут люди. И вы это слышите, видите. Многие сейчас теряют работу. Это обстоятельства внешнего мира. Кто-то теряет сбережения. У кого-то инфляция. Дорожают продукты, дорожает жилье. Кто-то теряет родных и близких. Кто-то теряет здоровье. Кто-то теряет уверенность в завтрашнем дне. И вот когда это происходит во внешнем мире, приходят мысли. А если вы будете смотреть мои вебинары, вы запомните на всю свою жизнь. Я всегда говорю, что мысли это как живые существа. И приходят мысли и стучат. И они стучат в дверь твоей личности. Они стучат к тебе. И они как бы говорят, это может и с тобой произойти. Смотри. Смотри, это происходит вот тут рядом. Смотри, это с соседом произошло. Смотри, это вот с тобой сейчас произойдет. Смотри, посмотри, посмотри во внешний мир. Посмотри, сколько всего плохого. И они начинают стучать. И вот здесь будьте внимательны. И если человек внутри пустой и не наполнен истиной, и у него нет правильных духовных убеждений, то эти мысли, они похожи на разбойников. Они забираются внутрь. Вы слышите меня? Вот представьте себе дом. И в доме никто не живет. И тогда разбойники могут влезть в дом. А если дом занят, эти разбойники стучат тук-тук. А ему отвечают, кто там? Это я. Кто я? Мысль, что ты скоро умрешь. А если кто-то, если в доме никого нет, тишина, и он заходит. А если внутри ты наполнен истиной, если у тебя есть правильные духовные базовые убеждения, то тогда он стучит тук-тук, кто там? Мысль какая, что ты скоро умрешь, а ты говоришь, я скоро умру? Ты кто такой? Давай до свидания. Греми копытами, куда рога глядят, в дурдом на деревянной лошади. Куда я умру? Моя жизнь в божьих руках. У меня все волосы на голове почитаны. Бог дал мне жизнь, и только он ее может забрать. Кто ты такой? Вали отсюда. Понимаете, как это работает? Когда у тебя внутри ты наполнен истиной, то мысли снаружи, они не могут в тебя проникнуть. А если ты внутри пустой, то твоя личность, как проходной двор, и вот эти мысли, они запрыгивают, как разбойники, и разоряют дом. Ну, дом – это твоя личность, да? Поэтому, чтобы преодолеть вот этот стучащий, это я называю стучащий страх, он стучит и смотрит, кто-то есть там? Ага, никого нет, значит, запрыгиваем. Постучал, а ему ответ, ответочка, он раз, не залезает. Вы поняли? Поэтому нам нужно быть наполненными изнутри истиной. Кто-то скажет, а что за истиной надо быть наполненными? Друзья, нам необходимо быть наполненными духовными истинами. Для этого, если вы хотите не бояться, вот сейчас, в это сложное время, пересмотрите все мои вебинары, они в открытом доступе. Все смотрите вебинары подряд. Там много духовных истин. Вы, смотря мои вебинары, вот эти базовые духовные убеждения, они должны не просто в голове быть, они в сердце должны проникнуть в ваше. И когда вы будете смотреть мои вебинары и делиться с другими, вы там увидите, вы увидите эти истины, вы увидите и осознаете, что вы с Богом одно целое. Дорогие, вы можете прямо сейчас ощутить и почувствовать, что вы с Богом одно целое? Я считаю, что ваша жизнь полностью в его руках. Нет ничего такого, чего бы он не знал о вас. Вот прямо сейчас ваша жизнь в его руках. Ваша жизнь в самых надежных руках во Вселенной. Ваша жизнь в самых надежных руках во Вселенной. Я еще раз говорю, нет ничего такого, чего бы он о вас не знал. Ваша жизнь в самых надежных руках во Вселенной, в руках Небесного Отца, в руках Всевышнего. Вы с Ним одно целое. Твоя жизнь в Его руках. Твоя жизнь в Его руках. Никто не может ее забрать из Его рук. И если ты будешь верить в это, если ты будешь это осознавать, так оно и будет. Когда ты будешь знать эти истины, когда ты будешь смотреть мои вебинары, о, дорогие, ты осознаешь, что без воли Бога ничего с тобой не может произойти. Ни один волос не может упасть с твоей головы. Ты осознаешь, что Бог внутри тебя. Послушай, Бог живет внутри тебя. Ты Его храм. Бог живет внутри тебя. Ты Его храм. А Он, который живет в тебе, Он есть все. Вот представьте, тот Бог, который есть все, живет внутри тебя. Твоя душа бессмертная. Твоя душа неубиваемая. Твоя жизнь в Его руках. О, дорогие, это вот истина, которая должна жить внутри нас. Когда она живет, ни один страх снаружи не проникнет в нас. Когда ты начинаешь осознавать, что твое благополучие, твоя жизнь не зависит от политики, не зависит, какой президент, не зависит от экономистов, не от людей зависит, что твое благополучие от Творца. Что Он источник твоих благ. Что Он источник, который никогда не иссякает, который по-настоящему тебя любит. Люди могут предать тебя. Люди могут тебя подвести. Люди могут тебя забыть. Но Творец никогда. Ты любим им. Ты важен, ценен и нужен для Него. Дорогие, вот эти духовные истины, чтобы вы осознали, что Творец и Ангелы, они способны обеспечить тебя всем необходимым. Потому что ты дочь и сын Бога. Скажи вместе со мной, Творец и Ангелы обеспечат меня всем необходимым. Потому что я его сын. Потому что я его дочь. Творец, Он способен сохранить тебя в самых страшных ситуациях, в самые страшные времена. Воды не потопят тебя. Огонь не опалит тебя. Никакое проклятие тебя не коснется. Смерть не коснется тебя. Да. Дорогие, мы должны это осознать. Эта истина должна быть внутри нас. Есть внешний мир. Разные обстоятельства пугающие. Приходят мысли, стучат. Мы к тебе. Это произойдет и с тобой. Они хотят пробраться внутрь. Но если внутри тебя есть внутренний мир веры, внутренний мир любви, ты держишься за это. Понимаете? И вот здесь происходит творение. То есть, смотрите, есть две правды. Правда внешнего мира снаружи. Страшная, да? И правда внутренняя, истинная. Страх всегда снаружи, вера и любовь всегда внутри. И вот то, чему ты уделяешь внимание, или этой правде, или этой, то и произойдет в твоей жизни, дорогие. То и произойдет в твоей жизни. Поэтому прямо сейчас, дорогие. Вот давайте. Несколько секунд. Ощути. Ощути, что ты любим Творцом. Сейчас. Осознай, что ангелы рядом. Сейчас. Прямо сейчас они рядом. Даже если ты их не чувствуешь, не видишь, они рядом. Ощути сейчас, что Творец внутри тебя. Осознай это. Поверь. Ощути это хорошо внутри. Ощути это. Кто-то скажет, Михаил, ну что ты несешь? В мире такое происходит. У меня тут рядом стреляют, взрываются. Слушайте. С этой жизнью никто живым не выберется. Как один человек пошутил. Хватит бояться. Важно не то, сколько мы проживем. Важно, сколько жизни будет в наших днях. Друзья, пришло время вспомнить, кто мы. Мы бессмертные души. Пришло время вспомнить, кто наш Бог. Пришло время вспомнить, что люди ничего не могут сделать, пока Бог не позволит. Бог говорит тебе сегодня, все будет хорошо. Бог говорит тебе сегодня, я контролирую ситуацию. Бог говорит тебе сегодня, я никуда не делся. Бог говорит тебе сегодня, я никуда не делся из Харькова. Я никуда не делся из Одессы. Я никуда не делся из Мариуполя. Я никуда не делся из Москвы. Я никуда не делся из Франкфурта на Майне. Я никуда не исчез. Друзья, даже если воздушная тревога звучит, ангелы рядом. Даже если все рушится вокруг, ангелы рядом. Знаете, люди могут запретить летать самолетом, но нельзя запретить летать ангелом. Знаете, можно отрезать электричество, интернет, но нельзя отрезать тебя от любви Бога. Нельзя отрезать тебя от его чудес. Можно заблокировать воду, свет и газ, но нельзя заблокировать чудеса Бога. Ты слышишь меня, дорогой? Ты слышишь меня, дорогая? Нельзя тебя отрезать от чудес Бога. И что бы ни происходило, ангелы рядом. Бог рядом. Он никуда не делся. Он не ушел в отпуск. На Бога нельзя санкции наложить. Вот слышите меня? Он никуда не денется. Ему нельзя запретить. Никто не может его остановить. Если он дал тебе жизнь, если он дал тебе призвание, если он дал тебе предназначение, поверь, он проведет тебя. Он проведет тебя. Страх это ложь, которая приходит снаружи. И страх хочет парализовать нас. Страх говорить тебе, что Бог тебя забыл. Страх говорить тебе, что Бог бессилен. Друзья, это ложь. Бог на месте. Бог на месте. И все в его руках. Бог на месте. И все в его руках. Бог на месте. Я говорю тебе, Бог на месте. И все в его руках. Всевышний никуда не делся. Всевышний царствует. Я в свое время изучал Библию. И много лет назад я обратил внимание на один текст. И когда мне бывает тяжело, и когда приходят вот эти стучащие страхи. Тук-тук. Я всегда беру этот текст, и этой истиной я прогоняю эти стучащие страхи. Именно вот эти истины позволяют мне сказать, гремите копытами страхи, куда рога глядят, в дурдомно-деревянной лошади. Вы кто такие? Давайте до свидания. Слушайте, это записано в книге пророка Исаии, 41 главе, 10 стих. Там написаны такие слова. Я верю, что Всевышний хочет, чтобы я вам передал это послание. Чтобы это могло стать для вас истиной, чтобы вас это ободрило. Там написано. Это прямая речь Бога. Там написано. Когда я буду читать эти слова, я хочу, чтобы вы отнесли их лично к себе. Не просто к кому-то, а лично к вам. То есть Всевышний. Эти слова были написаны за больше, чем 700 лет до Рождества Христова. Пророк, он по сути от Творца получил ченнелинг, послание и записал это. Прямая речь Бога. И знаете, что он для тебя оставил? Это не просто кому-то написано, это написано тебе. Это слово к тебе, где ты находишься. Это слово к твоей семье. Это слово к твоим родным и близким. Это слово к твоей ситуации. Послушайте. Написано. Не бойся, ибо я, я с большой буквы Бог, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, я помогу тебе и поддержу тебя десницею правды моей. Я поддержу тебя десницей правды моей. Десница – это значит правой рукой. Друзья, это очень глубокий текст, это очень глубокое обещание. Вы представляете, Бог, Создатель, Творец, Абсолют, Альфа и Омега, тот, который сотворил видимые и невидимые миры, тот, который дает жизнь и дыхание всему, этот Создатель, этот Творец, он, обращаясь лично к тебе, он говорит, не бойся, ибо я с тобой. Друзья, вы представляете, какая глубина? Не какие-то идолы, не какие-то там, знаете, психология, не какой-то там дурень-думка и богатеть, не какое-то там самовнушение. Бог, который вызвал в жизни все бытие, Бог, который создал все формы жизни, который повелевает солнцу всходить и заходить, который распростер небеса. Он говорил, не бойся, ибо я с тобою. Если я с тобою, тебе уже можно перестать бояться. Если я с тобою, ты можешь прекратить уже беспокоиться. Если я с тобою, у тебя все будет хорошо. Не бойся, ибо я с тобою. Я, даятель жизни, я творец всего сущего, я вечный, великий, абсолют, источник, первород. У него много имен, Всевышний. Я с тобою. Я, не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Не смущайся, это значит не смотри по сторонам и не впечатляйся. То, о чем я сегодня говорил. Представляете, об этом было сказано за 700 лет до Рождества Христова. Все, все эти законы энергетические, они все одинаковые. Перестань впечатляться, перестань крутить головой, перестань умирать от страха, перестань смущаться. Почему? Потому что я твой Бог. Если я за тебя, кто может быть против тебя? Если я с тобой, ты всегда в большинстве. И он говорит, я укреплю тебя. Представляете, я укреплю тебя. Вот эти твои ослабевшие, опустившиеся руки. Я укреплю твои хромлющие ноги. Я укреплю твое сердце, которое выскакивает и сейчас стучит. Я укреплю тебя. Я дам тебе крепость. Я дам тебе дерзновение. Я дам тебе смелость. И ты будешь смело смотреть вперед. Я укреплю тебя. Я дам тебе свою крепость, уверенность. Сверхъестественное дерзновение. И когда люди будут переживать, бояться, дрожать, ты будешь смело смотреть в будущее. Ты можешь смело встретить свое будущее. Потому что я с тобою. И я помогу тебе. Я помогу тебе в тех обстоятельствах, в которых ты находишься. Какие бы ни были обстоятельства, он говорит, я помогу тебе. И поддержу тебя десницей у правды моей. Я поддержу тебя своей правой рукой. Я проведу тебя через этот огонь. Я проведу тебя через эти мучения. Я проведу тебя через эту смерть. И огонь тебя не опалит. И воды тебя не потопят. И проклятие тебя не коснется. И смерть отступит. И все бесы разбегутся. Потому что я буду держать тебя за руку. И если я за тебя, кто может быть против тебя? Друзья, пусть это станет вашей истиной. Вы можете найти это, если у вас есть Библия или в интернете. Скачать этот стих. Исайя 41 глава 10 стих. И просто распечатать себе. И выучить. И ходите. И как мантру повторяйте. Не просто повторяйте. А осознанно проживая это. Осознавая это. И это будет внутри. И когда придет этот стучащий страх. Постучит и скажет. О, ты спросишь, кто там? Он говорит, это я, страх. Ты скоро умрешь. И ты скажешь, кто я, что ли? И посмеешься ему в лицо. Ты будешь смеяться над опустошением, дорогие. Это сила веры. Это сила любви. Это сила света, дорогие.